Елизавета едет в колонию и сообщает Лилии, что подает надзорную жалобу, надеясь на пересмотр дела. Она понимает, что Лилии известна о ее сделке с сыном. Взявшись за дело Любки, Арсений убеждается в ее незаконном осуждении. Вор отдает Ирине мобильник, не замечая, что за ним следит копейка. Дмитрий чувствует себя чужим и с женой на службе. Марина советует ему сменить и то, и другое. Лилии. Иди сюда. Что такое? Помнишь, ты меня адвоката сосватала? Парнишку своего. Арсения? Ну да, Арсений, Арсений. Ну, ну. В общем, он очень шустрый оказался. Что, помог? Да мне дошли слухи, что скоро особо ждать будет. Правда? Ну да. Так это ж здорово. Тебе как дела? Ну, у меня. Отряд! Все, да. Всем строится! Да. Привет, мам. Привет. Привет. Ну что, как делали? Или есть продвижения какие-нибудь? Ну, кое-что есть. Я думаю, что загадываться рано, но мне кажется, что вытащить ее из колонии я сумею. Все идет по плану, под моим контролем, так что можешь не волноваться. Ну как не волноваться-то? Да так не волноваться. Арсюш, мы с тобой договорились. Я вытащу Лилю на свободу, но никаких отношений между вами не будет, так? Да, так. Ну, если ты хочешь знать мое мнение, я считаю, что это сделка. Как тебе не стыдно? Какая сделка? Какая сделка? Ну да, наверное, ты права. Ты действуешь всем на благо. И прежде всего тебе. Говорят, правда, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Но я, тем не менее, освобожу Лилю. Или ты об этом сомневаешься? Да нет, конечно, я не сомневаюсь. Я знаю, что ты профессионал. Просто... Просто хочется знать, что там, что дальше будет. Что будет дальше, как обычно. Мои сотрудники изучают дело. А жалобы уже в президиуме городского суда. Ну и когда слушание? Ну, я не знаю. Скорее всего, на днях. Точно буду знать на следующей неделе. Скорее бы. Ты знаешь, я делаю все, что в моих силах. Обычно такие вещи отнимают месяц. Мне удается укладываться в неделю. Это не так просто, сынок. Да, да, конечно. Ну вот видишь, я свои обещания выполняю. А ты? Ты позвонил Оле? Ты поговорил с ней? Я ничего не понимаю. Вот так ты положи. Вот так. Слушай, а не проще ли сдать эти все рестораны в аренду и спокойно снимать сливки? Конечно, нет. Почему? Я и так здесь на птичьих правах. Меня переназначили директором только потому, что я Ленкина опекунша. Но ведь переназначили же. Пока да. Но если мы будем отдавать рестораны третьим лицам, поднимется буча. Ничего. Зачинщиков мы приструним. Остальные затихнут. Нет. Опять опекунский совет и все такое. Не надо лишний раз рисковать. Тем более, аренда это не решение вопроса. Проще ежедневно забирать выручку. Почему ты так не делаешь? Ну, конечно, делаю. Но я же не могу забрать все деньги. Иначе дело рухнет, и я попаду под суд. Под суд? Не волнуйся. Я тебя отмажу. Ну уж нет. Лучше мы дождемся основных денег, а вычистить рестораны мы всегда сможем. Правда? Конечно. Одни голые стены оставим. Мы так и поступим. Обязательно. Ленке Лобов звонит. Подыграй ему. Алло. Алло. Лена. Это ты? Да, я. Ну, что ты? Ты подумала? Ты выйдешь за меня замуж? Долгополова? Я. Житких? Я. Завгаева? Я. Илюхина? Я. Ищенко? Я. Кузнецова? Я. Кузнецова? Я. Логинова? Я. Ты мне о себе ничего не сказала. По моему делу подали надзорную жалобу. Что говорят? Ну, как минимум, дело будут повторно расследовать. Отлично. Тотого, чтобы не сглазить. Небось, я не сглажу, у меня глаз добрый. Тебе теперь другого надо бояться. Важно. Нас тех, кто пытается освободиться, провоцируют на нарушение режима или еще чего круче. Зачем? Чтобы раскрутить на новый срок. Логинова, Долгополова. Разговорчики в строю. Позже переклички. Обе подойдете ко мне. С Ольгой я пока не говорил. Так, мама, мама, что ж ты делаешь со мной, а? Ты о чем? Мамуль, свадьба с Ольгой, это неправильно. Так, мы это не обсуждаем. Почему ты не позвонил Ольге? Был занят. Да, и чем же ты был занят? Лилия попросила меня помочь ее подруге по колонии, некой Люде Долгополовой. Кто это? Ну, известная личность, помогала медвежатникам, грабила банки. Но посадили ее не за это. Посадили ее за нарушение условий надзора. И ты собираешься заняться этим делом? Ну, да, это же дело-то пустяковое. Ну, да, надзор она правда нарушила, но не по своей вине. Поэтому я добьюсь ее оправдания и освобождения. Ну, что ж, я очень рада, что ты не поставил крест на своей адвокатской работе. Только я одного не понимаю, зачем тебе эта уголовница? Ну, это для Лилии. Ну, и для себя, конечно. Ну, что ж, еще одно выигранное дело, я думаю, что оно тебе не повредит. Но давай вернемся к разговору о боли. Я даже не знаю, как я буду с ней разговаривать. Знаешь, моя дорогая, а вот этому я тебя никогда не буду учить. Ты уже такой большой мальчик. Должен сам соображать. Мне иногда бывает так за тебя стыдно. Приготовься к тому, что разговор у вас будет серьезный. Оле, между прочим, тоже очень тяжело. Да я знаю. Ну, а раз знаешь, так позвони или прямо сейчас иди. И не откладывай в долгий ящик, потому что потом ты никогда не решишься. Ну, конечно. Ты же мне этого не позволишь? Конечно, не позволю. Не позволю. И буду права. Давай, давай, иди к выходу. Кстати, у меня тоже есть дело в городе. А может, мне тебя проводить? Арсюша! А, ладно. Понял, понял. Ради бога, не гони. Хорошо. Замуж, а? Педофил. Наглец. Мерзавец. Что ж мы так не ебятся? А? Ищет себе приключений на задницу. Будут тебе приключения. Самое последнее дело, когда адвокат пристает к своей клиентке. Тем более, если ей всего шестнадцать. Да при чем тут шестнадцать? Сто шестнадцать. Ты что, не понимаешь? Зачем ему это женитьба? Алло. Лена, алло. Лен... Давай. Музыкとか. Не подумай. Лен... 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 Музык... Дожила у Логинова. Тюремные полы драешь. Ой, господи, видела бы меня моя мамочка. Разве об этом она не читала, а? Что я могу тебе сказать, подруга? Не зря люди говорят. От тюрьмы до отцомы не зарекайся. Слушай, ну вот точно я предупреждала, что крысы цепляться будут. Вот ведутся от твои полы. Но ведь мы на самом деле виноваты. На перекличке же действительно нельзя разговаривать. Да брось ты. Это только повод. Ты что думаешь, крыса не знает, что она хочет? Да, понимает, конечно. Заставит тебя драить полы. Небось всю ночь не спала. Думала, чем бы тебя попольнее ударить. Это только начало. Так что знаешь, держись. Ни на какие оскорбления и провокации поддавайся, поняла? Хорошо. Ну и зачем ему нужна эта женитьба? Ты подумай. Пораскинь мозгами. Если он женится на олене... Опекуны ей больше будут ненужны. Поняла? И всеми ее деньгами будет распоряжаться он. Ай, молодца. А мы останемся с дыркой от бублика. Вот скотина, а! Лобов, Лобов. Видимо, жадность у тебя больше страха. Не могу поверить. А по-моему, все логично. Сколько раз он пытался нас облапушить. Все. Пора с этим кончать. И что ты собираешься делать? У меня сегодня было запланировано очень много дел. Господин Лобов их все отменил. Леня. Что, Леня? Что, Леня? Что ты споришь? Или я довел эту ситуацию с Лобовым до такого финала? Может, не надо? Ты хочешь лишиться семи миллионов баксов? Нет. Тогда сиди и молчи. Пришло время лично поговорить с вами. Адвокат, господин Лобов. ЛИРИЧЕСЬ! Продолжение следует... Здравствуйте, Ирина Максимовна. Здравствуйте. А вы кто? Я новый адвокат Лилии Александровны Логиновой. Так, и что же? У меня к вам дело. А какое у вас может быть ко мне дело? Суд закончен, приговор вынесен. Не совсем так, Ирина Максимовна. Не совсем. Только что я подала надзорную жалобу. Вы знаете, что это такое? Нет, не знаю. И знать не хочу. Надзорная жалоба, это жалоба на действие суда. Да какое мне дело? Минуточку, я договорю, если можно. Я подала надзорную жалобу и уверена, что приговор будет отменен, а дело будет отправлено на доследование. Вы теперь считаете, что вам нет до этого дела? Я только не понимаю, чем я могу быть вам полезна. Но в связи с тем, что возможен пересмотр приговора, я хотела бы задать вам несколько вопросов. Зачем? Для того, чтобы установить истину, Ирина Максимовна. Убрали отвратительно, все по новой. Если второй раз так же уберете, карцера отправлю. Задача ясна? Так точно. Так точно. Слушай, Людка, а ты же в авторитете. А что? Тебя полы драить. Не западло? Ай. Может, откажешься? Ой, спасибо, гражданка начальница. В авторитете, не в авторитете. Так на волю хочется. Не по понятиям, Люба. Не по понятиям. Да зачем мне понятие-то на свободе? Я ж завязываю. Ты завязай. Ну да. Не смеши меня. А что? Это ж по молодости дурную романтику хлебать хорошо. А результат? Ни семьи, ни детей. Ты с этим делом припозднилась. Как знать? Ну, Логиновая семья тоже не грозит. Почему я скоро? Что ты скоро, Логинова? Ничего. Ну, вот и молчи. Твоё скоро случится очень не скоро. Артишка. А ты, Люба, о потерянном авторитете ещё пожалеешь. А что мне жалеть? Я же скоро на волю выйду. И что ты будешь делать на воле? Как что? Жить как человек, как люди живут. Не смеши меня. Да что вы! Зачем мне на свободе? Мой Логинный авторитет. Ну да. Ну так... Зарекалась свинья, грязь не лезть. Ой. Арсений, дорогой, как же я рада тебя видеть. Проходи, присаживайся. Будем пить чай. А у Ольги дома? Конечно, дома. Она у себя. Позвольте. Да нет, я... Я сам, если можно. Конечно, можно. Проходи. Привет. Хорошо, проходите. Что бы вы хотели узнать? Прежде всего, мне кажется, недостоверным ключевое положение дела. Вы не могли бы говорить проще? Охотно. Главный мотив убийства, как сказано в деле, это то, что у Лили был роман с вашим мужем, Федором Столетовым. Это так? Ну да. Угу. На суде вы давали свидетельские показания, что они были любовниками. И вы об этом знали. Это правда? Да. Так и было. В день убийства вы знали, что Лиля потребовала от Федора, чтобы он развелся с вами. Это так? Да, да, да. Тогда как понимать, что вы отпустили ее в разгар рабочего дня на бал? Войдите. Здравствуй, Женишок. Привет. Может, сядем? Давай. Ну, не буду вам мешать. Пойду приготовлю чай. Ты давно не заходил. Дело. Я думала, просто не хочешь. Почему же не хочу? Вот, время свободное нашлось, я и пришел. Понятно. как там? Наш малтыш? Я разрешила. Да ничего подобного. У нас вечером полное зало посетителей. Не хватает официанток. Как я могла ее отпустить? Значит, вы ее не отпускали? Разумеется. Это и сотрудники могут подтвердить. Какие сотрудники? К примеру, метродотель. Она ей лично заявила, что собирается идти на бал. А меня, между прочим, даже не предупредила. Ирина Максимовна, мы ведь с вами взрослые люди, правда? И давайте не будем играть в кошки-мышки. Я думаю, что новый следователь подробно разберется во всех обстоятельствах дела. Пусть разбирается. И вообще, я не намерена с вами разговаривать без адвоката. А зачем вам адвокат? Я же не следователь. Я просто планомерно пытаюсь разобраться во всем. Я вам не верю. И напрасно. Очень напрасно, Ирина Максимовна. Вы должны понимать, что за преступление может ответить как преступник, так и группа заинтересованных лиц. не понимаю. Объясняю. Можно осудить одного непосредственного участника, убийцу. А можно вместе с заказчиком. И кто же, по-вашему, заказал смерть моего мужа? Вот я очень и надеюсь, что вы мне расскажете об этом сами. А я постараюсь помочь вам это сделать в рамках закона. Это называется сотрудничество со следствием. А, вот вы к чему ведете. А зачем мне какая-то сделка? Я к смерти мужа никакого отношения не имею. Вот и я о том же. Вас ведь не было там в момент убийства. вас же наверняка видели мои сотрудники. А потом я не отношусь к тем людям, которые пугаются пустых угроз. Ну и не относись к делу-то. Подвинься. Ой. Я не... Я не позволю себя запугивать. Громче. Что? Эти слова надо кричать громче. Я не позволю себя запугивать! Во! А ты как бы помог себя напугать! Тьфу! Не-не-не-не тыкайте мне, пожалуйста. Я брудышафтов с вами не пил. Это уж точно. Какие у нас с тобой брудышафты? И... Исвольте, пожалуйста, называть меня на... 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 на вы. Ой! 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 Поймал! Поймал! Неужели... Вы что? Вы что хотите делать? Вы же... Вы же... Вы же... Вы же... Вы же прокурор! Вы что? Помнишь? На левый или на правый? В каком смысле? Ну вот. А теперь и на колени. К... Что? На колени. Вот так. Ой! Давай! Что вы ходите, как сонные мухи? Быстрее! Легко, играючи, взяли. Я еще пошути. Люба, не нарывайся. Ты же сама говорила. Я стараюсь. Неси, неси, и побыстрее. У нас же тележки есть, зачем нам дрываться? Тележки нужны в другом месте. В каком другом? Я тебе потом объясню. И не лезь в это дело, а то сейчас сама будешь ящики таскать, поняла? Я была у врача, он сказал, что все в порядке. Уже шевелится? Что ты, еще же рано. Зато слышно, как бьется сердечко. А видно, там мальчик будет или девочка. Нет, это вообще еще не скоро. Можно будет узнать. Может быть, даже до самых родов. Это при современной-то аппаратуре? Со мной женщина была, приходила врачей благодарить. Ей сказали, что у нее будет девочка. Ну, они с мужем накупили всяких розовых подгузников, имя даже придумали. Родился и мальчик. Забавно, правда? Да, забавно. А ты бы кого хотел? Да я не знаю. Я был брату и мальчику, и девочке. Мне все равно. Главное, что человек родится. Я бы хотела мальчика. Почему? Чтобы был, как ты. На что мы все? О ребенке, да о ребенке. Это чтобы о наших проблемах не говорить, да? Вы не имеете права. Вы оказываете давление на свидетельницу. Да какое давление? Разве это давление? Вы что, бог с вами? Уходите. Я понимаю ваше волнение, но уверяю вас, что в вашей ситуации нет ничего уникального. Очень многие люди попадали в подобное положение, и особенно женщины. Вы о чем? Я о ситуации, когда сильный и властный партнер принуждает женщину делать то, чего она не хочет. Теперь вам понятно? Да вы пытаетесь запугать меня? Нисколько. Я пытаюсь вам помочь и дать совет. Мне кажется, вы запутались, Ирина Максимовна. Потом вы успокоитесь, все обдумаете. А пока вот вам моя визитная карточка. Мне нужно. Если вы захотите помочь мне, я смогу вас защитить. А защита вам очень и очень понадобится. Для меня это очевидно. Давай, 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 накали. Не нужно этого делать. Пожалуйста. Ах, теперь пожалуйста. Я вас умоляю. Умоляешь? О чем же ты меня умоляешь? Не мучаете сразу пристрелить? А? Не делайте этого. Пожалуйста, не убивайте. А как же мне тебя не убивать? Тогда ты женишься на несчастной сироте. Мало тебе двух совращенных и изнасилованных малолеток. Вы же знаете, я никого не совращал и не насиловал. Как это не насиловал? Мне что, на тебя уголовное дело завести по установленным фактам? Лучше, лучше дело, только не убивайте. А, вот Люба дорого глядеть. Видишь, как ты заговорил? Я, я обещаю, что я больше не буду создавать вам проблемы. Ты мне и так уж их много создал. Вот отпустишь тебя, а ты начнешь воду мутить. И это больше не повторится. А я не уверен. Я не уверен. Вот вы все адвокаты такие. Вот все. Ничего не можете. Или ты можешь? Ты можешь? Вы че пришли? Мы все сделали. Все сделать невозможно. Мы все ящики перенесли. Молодцы! Садитесь, ешьте. поесть не даст. Узнаю. Отряд, встать! Прямо пища закончен. На выход! Не боись, у меня заначка есть. Голодные не останемся. Наша проблема, Оля, это... Это личное дело каждого из нас. Я не хочу сейчас говорить о них. А я думаю, если все сейчас обсудить, ну, в смысле, как мы будем жить, нам будет намного легче. Не думаю. Мы... Мы с тобой решили пожениться ради ребенка. Ведь так? Да, но женить бы это не только штамп в паспорте. Нам придется очень много времени проводить друг с другом. Ты выдержишь. Попробую. Я же знаю тебя с детства. Я тебя. Ну и хорошо. Значит, мы будем дарить друг другу на день рождения только то, что надо. Я никогда не подарю тебе галстук. А я тебе жемчуг. Ненавижу жемчуг. Ну вот, видишь, а я об этом знаю. Помнишь, мама тебе как-то подарила нить жемчуга, а ты ее порвала и с балкона выбросила? Мне было лет пять. Шесть. А потом мы вместе в траве его собирали. Ну а пока вы раздумываете помочь мне или нет, я бы хотела опросить сотрудников вашего ресторана. Не трудитесь. Никто не сможет вам помочь. Убийство произошло ночью. Ресторан был почти пост. Вот именно почти. Вроде никто ничего не знает. А потом выясняется, что кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Следователь уже всех опросил. Следователь? Вы знаете, у некоторых следователей очень странная манера опроса. Но это не тот случай. Я очень надеюсь, что вы не будете мне препятствовать. Не так ли? Видите ли, у нас многие уволились. Так что никто не сможет вам помочь. Никто? Никто. И даже та сотрудница, которая давала свидетельские показания на суде. Вернее, которая выучила их в какой-то очень странной записке. Ведь ее показания чуть было не признали ложными, не так ли? Ее зовут, кажется, Екатерина Ткаченко. Не трудитесь. Именно она-то и уволилась. нет, лоба. Нет. Не будет тебе пощады. господи. Господи, ну за что? надо же, не получилось. Выхоже гестапо. Да куда уж нам, самоучкам. А-а-а. Видишь, я потрогну запах. Как вы можете быть, таким вы же прокурор. А ты же заслужил. Вот заслужил-то. Заслужил. Слушай, я не знаю, может мне за патронами домой сбегать? Туда и обратно. А? Или не надо? Не надо. Не слышь. Не надо. Вот, не слышь. Не надо. Не надо? Ну не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Ты знаешь, ты права. Нам есть, что обсудить. Ну, конечно. Раз мы будем жить одной семьей, нам надо решить, где мы будем жить. Угу. И еще нужно решить, где я буду рожать. Ну, конечно. Ребенок же должен родиться здоровым. Ну, да. А вот эту заботу предоставьте нам, вашим родителям. Мам, вообще-то мы разговаривали. Извини, детка, но я случайно услышала последние слова. И хочу вам сказать, что где жить и где рожать, об этом можете не беспокоиться. Как это не беспокоиться? Но нет, эти вопросы надо решать заранее. Для этого есть дедушки и бабушки. Ткаченко уволилась? Ну, надо же, какое совпадение. И давно. Сразу после суда. Потрясающе. Ирина Максимовна, у вас просто жизнь полна тайн и чудес. Вот так вот взяла после суда сразу и уволилась. Да, вот так вот взяла и уволилась. И, конечно же, ни телефона, ни адреса. Ткаченко у вас нет. Увы. А в отделе кадров? И в отделе кадров. И в отделе кадров нет. А как же она у вас работала? Девушка без адреса? Странно. Это загадочное упущение кадровички. Ее я за это тоже уволила. Тоже уволили. Потрясающе. Вы просто всех уволили, да? Ну и ладно. У вас будут ко мне какие-нибудь еще вопросы? Нет, никаких вопросов у меня к вам не будет. Знаете, мне пора, а вы все-таки подумайте, Эрина Максимовна, моим предложением. Оно меня не интересует. Утро вечера, мудреней. Я пойду, а вам всего доброго. Всего хорошего. Ну не надо, я прошу злодината. Что я должен делать? скажите, что я сделаю? Скажите. Тихо, тихо. Давай, на диванчик. Вот так. Ой, Лобов, Лобов. Что же мне с тобой сделать? Что? Вы скажите, что? Вы только намекните, я... Я... Тихо, тихо. На руке. Ты что? Я сделаю, только... Я все сделаю. Я сделаю. Я сделаю. Я все. Хватит истерику. Я сделаю. Я сделаю. Я сделаю. Вот и молодец. А теперь запомни. Да. Забудь. Правдову. Понял? Да. Да. Молодец. Да. И никогда не открывай дверь, если не знаешь, кто за ней стоит. Да. 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 А давайте Логинова, вставай. Что? И ты, Долгополова, вставай. Давай, вставайте, вставайте. Поспали и будет. А то и свободу все проспите. Ну, что сидите-то? Я кому сказала вставать? Да встаем, встаем. Пошли, Логинова, пошли. Ура. За день туалет-то загадили, будете их драйвить. К утру, чтобы опять блестели. Пошли, пошли, пошли. Работать, работать и работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова